МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У тебя чай, слышал твои шаги? Да, да, да. Сегодня буду называть тебя леди, дорогая моя. Да? Сэр, почему вдруг так? А потому что я тебе сделаю сегодня английский завтрак. О, какая неожиданная преамбула. У нас сегодня была с тобой французская ночь. После французской ночи обязательно английский завтрак. Мы должны быть на берегу Ла-Манша, уже понимаешь, с тобой? Мы должны уже переплыть. Так быстро? Да. Английский завтрак. Да. Вот это... Это английские сосиски. Английский? Смол соседж называется по-английски. Ага. Смол соседж. А пахнут как наши. Или шорт соседж. Короткая сосиска или маленькая? Короткая это вот это. Короткая или маленькая? Маленькая, смол. Маленькая, хорошо. Смол из бета. Так. Значит, я сегодня, естественно, сделал блюдо. Угу. Она называется... Только ты не смейся. Да, хорошо. Я честно сейчас тебе говорю, я тебе абсолютно серьезен. Да? Она называется жаба в норке. Без всяких намеков. Жаба в норке. Я... Я... Но это же французское блюдо. Нет. Это английское. Это французское блюдо. Нет, нет, жаба в норке. Жаба в норке. Я не знаю, почему так назвали англичане это блюдо. Я пытался это исследовать, не могу понять. Сэр, может, это у вас перевод такой фривольный? Нет. Может быть, там все... Вообще, Todd in the Hall. Получается, что жаба в дырке. Ой, это еще хуже. Но у нас стали почему-то переводить жаба в норке. Но это хоть вкусно, сэр? Это шикарно. Это очень просто. По-английски просто. Но так здорово. Ни один мужчина никогда тебе не приготовит такого блюда. Сэр Томас, внимательно будешь защищать в случае чего хозяйку. Сэр Томас-то пусть подвинется немножко. На диване? Нет. Да. Так. Молоко. Милк. Милк. Не по-бойду. Спрятанное от цератомаса. От цератомаса, да-да-да. Смотри, это милк. Это милк. А это паудер. Нет, это мука. И я про тоже. Это экз. Это экз. Эгз. Ту экз. Ту экз. Да. Мытые хотят. Конечно. Ты говорила, это certainly. Yes, because. Отлично. Так. Я волнуюсь. Значит, здесь ты что делаешь? Вот эту лягушку? Здесь я делаю тесто. А, тесто. Не, лягушки это у нас будут сосиски. А. А это будет дырка. Угу. Это я сейчас дыркой занимаюсь. Да. Хоу. 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 А, не лягушка. Это жаба. 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 Тодд это не лягушка, а жаба. То есть, побольшая лягушка. Да, это жаба. Большая жаба. Это будет Тодд называть. Обязательно соль не забыть. Вот это очень важно для дырки. Ну, соль примерно так же называют. Солт, да? Солт. Ага. Потому что, ну, я чувствую, когда закончатся мои познания в английском языке, они не закончатся никогда. Блюдо-то будет уже готово? Блюдо готовится, собственно, ну, оно готовится, начинается быстро, потом готовится медленно. Так. А потом съедается быстро. Я знаю. А что тебе это напоминает? Вот смотри. Яйца, молоко, лука. Вот эквивалент в английском языке. Я не знаю того, что мне это напоминает. Это же такое слово «панкейкс». Панкейкс? Конечно. Ну, так разве это не панкейкс, не блинчики? Пока нет. По-нашему это пока что тесто. Ну, как? Ну, тесто я имею в виду. А, кстати, как тесто по-английски, ты помнишь? Да, до. До? Это дверь? Нет, дор, дверь, а до, до, д-о-ю-джи-аш. Ага, понятно. До. Так бы сразу и сказал. Или такое жидкое тесто называют баттер. Баттер? Только не через ю, а через второе эй. Через второе эй? Баттер, да. Баттер. То есть жидкое тесто называют баттер. Это скорее баттер будет, чем дом. Какой у нас сегодня английский познавательный завтра. Так, ну и что вы свое баттер тут взбиваете? Как взбивать по-английски? Шейк? Вип. Вип? Вип. Вип. Вип, да? Вип крем. Ага. Витес лифт. Ага, точно. Урок кулинарного английского. Да. Так. Вот скажи, вот скажи блинчики. Ну, скажи тесто для блинчиков. Если говорить все-таки по-русски уже. Если говорить по-русски, то похоже. Но без мата. Да. Это блинчики такое делается текучее тесто. Я сейчас немножко регулирую его консистенцию. Это не блинная мука, а обыкновенная. Это обычная мука, конечно. Все, вот я считаю, что есть. То есть оно должно быть такое, как консистенция жидкой сметаны. Текучее, текучее, текучее тесто, как мы печем блинчики. Это вы печете. А мы леди, никогда не печем. Слушай, я тебе сейчас вот для прикола. А, ну вот, да, жидкая. Говори, что это для прикола, что я сейчас сделаю. Чтобы тебе было приятно. Ой, оно же с солью. Чтобы тебе жизнь казалась сейчас сладкой. Я смотрю, что я сейчас для тебя сделаю. Что ты для меня сделаешь? Чтобы ты не это самое, ну, тебе что-то могла ты сейчас куснуть у меня. Куснуть? Тебя? Ну, меня в том числе, да. Я сейчас тебе сделаю один-другой блинчик. Хочешь? Хочу, конечно. Ой, ты хочешь, чтобы я помолчала, да, какой-то? Нет, я просто хочу сделать тебе приятное. Чтобы ты уже поела блинчик свеженький. Пока я тебе буду делать другое, правда, блюдо из этого же теста. Я тебе для блинчика, только для тебя, только для тебя, я тебе для того, чтобы блинчик был вкусный, добавлю немножко сахару в тесто. Да, потому что там много соли. Но вот для английского блюда сахар не добавляется. Не добавляется. Я поэтому, видишь, отлил тесто немножко, добавлю для любимой сахарку. А знаешь, как добавить по-английски? Конечно. Энт. Я знаю, да, здорово. Я тебе расскажу одну смешную историю. Когда я был студентом и учился в институте, я учился с очень... Жил в комнате, ну, мы жили вдвоем, с очень хорошим парнем в общаге. Он был мой почти земляк из Украины, но учился на два курса старше меня. Хороший парень был, он меня многому научил, он такой был хозяйственный, такой именно частюля такой. Я там неряха такой был. И вот у меня там немножко, там меня строил немножко, как старшекурсник, что мы с ним. Правильно. И вот, значит, ну, он был троечник. Так. Ну, такой хороший, качественный троечник. А я отличник был. Брат по мне не видно. Да, видно. И он дрожал перед сдачей английского языка. А ты что? Потому что он знал всего два слова в английском языке. Ну, так вот, основной. Он, или даже одно слово он знал. И дошел до пятого курса. Он знал слово очень сложное. И оно ему так нравилось. Какое? Значит, ну, есть такое слово enough. Enough, да. Достаточно. Enough. А есть синоним, более такой благородный, слово, называется sufficiently. Суффишентный. И вот он постоянно ходил перед экзаменом и почему-то твердил только это слово. Суффишентный. Потому что если он красиво скажет это слово, ему поставят тройку. Все. А он, нет, ему поставят тройку, он скажет софишентный. Ему такие тройку поставили. Но он знал и любил только одно слово в этом языке. Вот формочка. Вот эта формочка. Я ее сейчас очень сильно разогреваю. Так. Она будет очень нагрета. Но она будет нагрета с маслом. Я немножко маслица сюда дам. Угу. Не говори мне, что я лью много масла. Так надо. Суффишентный. Ес. Ес, ес. ПХС. Так. Я сейчас ее дико разогрею. А потом я сделаю быстро два движения. Каких? Первое движение. Я бросаю пригоршню сосисок вот сюда. Так. Вторым движением я наливаю жидкое тесто. Прямо на сосиски. Ой, я хочу это посмотреть. И бегу, бегом, третьим движением бегу, бегом в духовку. Да что ты. От тебя. Потом я возвращаюсь. А. Я тебе испеку блинчик. Ты поешь блинчик в наших традициях. Так. Я сделаю салатик. Чтобы мы ели жабу в дырке, в норке. В норке. С салатиком. Угу. Ну, перспективы заманчивые. И вот давай начнем. Она уже нагрелась. Не, не, не. Надо, чтобы дым пошел. Хорошо. Хорошо, а как же ты ее тогда держать без руками? Это не для... А, я через тряпочку возьму. Ну, так вот ты ее возьми заранее. Это не для женских глаз на самом деле процесс, потому что он кажется страшным. Что такое сейчас дым отсюда повалит? Да что ты. Да. Ну, это же интересно. Вот как только ты говоришь не для женских глаз, мне хочется их протереть вот так скорее. Ну, так я же знаю женщин, я поэтому так и говорю. Ох, коварство ты ходи. А как коварство будет по-английски? Вообще не вспоминаю. Но если она вспомнит, коварство и любовь. Коварство и любовь. Не помнишь? Нет, не вспомню сейчас. Не кулинарный термин. Оставим его. О, видишь? Видишь, смотри. Вижу. Смотри. Ты видишь, дымок пошел? Да. Он все больше и больше идет. Хватит. Может, у меня белая горячка, но я вижу дым сейчас. Вот тут enough. Не-не-не, не enough. Не enough? Сейчас я должен разогреть это очень сильно. Not enough. Not enough. Not yet. Not yet. Рили-рили. Я помню, как он после говорил. Рили-рили. Ты видишь дым или нет, скажи мне честно? Да вижу, я дым же уже. Так, ну что? Все, поехали. Сколько тебе сосисок? Ну, сколько не жалко. Восемь. А, подожди, я сейчас, знаешь, что сделаю? Я сейчас сделаю красиво тебе, как ребенку. Сейчас тебе сделаю. Я сейчас тебе, как ребенку. Что, порежешь на 15 частей? А, вот такие, чтобы они там вот так вот развернулись? А, здорово. Я это очень люблю. А мы туда горчичку не будем? Горчичку мы сделаем в отдельный соус. А, все-таки она должна присутствовать. Где сосиски, там горчица. Это интернациональный такой подход, правда? Да. For my lover, for my lover. А что это такое? А что такое lover? Lover? Да. Ну, не важно. Так, все, боевая готовность. Вот хватит, да, уже. Не, давай так. Я бросаю сосиски, а ты льешь. Хорошо. Только по моей команде. Хорошо. А какая будет твоя команда? Лить. Ага. Старт по-английски. Ну, давай. Только ты, подожди, не держи близко руку, потому что это... Ай! Смотри, как они открываются сразу. Ты видишь? Лишь, как они открываются? Давай, все, лей. Мама! Что, что? Лей, 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 еще. Ой. Хорош, все. Хорош, это что? Все, 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 хорошее. Лить больше не надо. Ага. Ой, как это все волнительно. Ой. Это блюдо очень скрепляет. Что, отношения? Дружит людей. Потому что, видишь, мы сейчас с тобой вместе, дружно. Ага. У нас с тобой теперь френдшип? Да, не разлей вода. Ага. А ты был в Лондоне, кстати? Ой, был в Лондоне. Я же кормил королевы. Да я помню, я вот и намекаю. В Петербурге. А потом позвали в Лондон. Не кормить ее уже. Там она не хотела, чтобы ее кормили. Она хочет добавки. Приезжайте к нам в Лондон. Я там уже показал то, чем я ее кормил здесь, в Лондоне. Я там показывал кое-что. Я в хорошем отеле две недели работал. Так. Показывал современную концепцию русской кухни. Угу. Поэтому я был в Лондоне, работал, пил, жил, ой, вернее. Или я. Ну, то есть ты в русских традициях там существовал. Ну, давай скорее уже пеки, потому что я хочу есть. Соловья? Ага. Баснями не кормят. Типа английского соловья. Вот такая английская поговорка. Английского соловья? Английского, наверное, тоже. Так, ну. Ой, как все сегодня. Хотел бы я знать, как будет басня по-английски. Басня? Басня? Может быть, тейл? Так же, как сказка? Ну, это не эта сказка. А басни это? Не знаю. А были ли английские басни? Нет, не знаю. Я думаю, что были, да? Везде басни были. Баснями-то кормите вы, конечно. Посмотри, какой блинчик. Вот видишь? Наш блинчик, а их не жаба в норке. А их не жаба. Но технологии другие. Так. Так, 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 блинчик. Ты видишь, какой блинчик? Да вижу я уже, какой блинчик. Уже хочется его попробовать, наконец. Так. А это правда, что блины нужно печь на сковородке с толстым дном только? Нет. Здесь не толстое дно. Ну, вот я и почему спрашиваю. Ну, ты правильно говоришь, печь. Правильно, с точки зрения английского языка. Угу. А как печь? Кук? Нет, кук готовит. Бейк. Бейк? Бейк. Нет, я говорю, это по-русски, потому что мы же почему говорим печь, а не жарить, ты знаешь? Нет, расскажи. Ну, в русском языке. Да брось ты. Такая образованная... Просто в печи. Да, правильно, потому что в печи. Или в русской печи. Слава богу. И уже из уважения вот к этому, так сказать, атрибуту нашей жизни неприлично, говорит, жарить блинчики. Да, конечно. Только печь. Хотя мы их фактически, мы их жарим, понимаешь? Ой. Так. Пока единственная жаба из моего окружения находится в духовке. Да. Я сделаю для тебя, дорогая, салат. Угу. Потому что это блюдо горячее. Так. Это уже... В некотором роде сытное. Да. И я хочу, чтобы ты имела еще свеженьких овощей немножко. Слушай, возьми, пожалуйста, это от меня. Слушай, ты вот знаешь, что такое английский юмор? Конечно. Я очень люблю Диккенса. А пример? Ну, скажем, в Пиквике. Диккенс же юморил устами своего героя Сэма Уэллера. Это был слуга. Да, да, да. Мистера Пиквика такой. И разгильдяй был такой небольшой. Как ты? Ну, нет, мне далеко до этого. Английский разгильдяй, это, конечно. Представляю. У него там были такие шуточки. Очень тебе понравится. Так. Когда... Я напряглась. Сэм Уэллер уже... Сэм Уэллер... Когда-то в своей жизни он рассказывал, мистер Пиквук там хотел жениться. Угу. И рассказал, как отец Сэма Уэллера отреагировал на его желание жениться. Он сказал так. Сын мой, если тебе когда-нибудь вредет в голову жениться, запрещу себя в комнате, если она у тебя, конечно, будет. И застрелись. Застрелись, сын мой. И впоследствии ты об этом не пожалеешь. Вот так там было. Такс. Такс. Но моя мама все равно приедет, так что твои всякие насказания... Ну... Бесполезно. Рили-рили. Маме мы какое-нибудь тоже блюдо приготовим. Угу. Я думала, анекдотик расскажем. Анекдотик расскажем. Концептуальный. Дорогой, я забыла, какого моя мама приезжает? Числа или черта? СМЕХ Ты прямо как с рекламы моющих средств. Этот анекдотик расскажу, наверное, да? Ну, моя мама настоящая леди. Она над этим анекдотом смеяться не будет. Я бы тоже на ее месте не смеялся, признаться. Даже если я не настоящая леди. Ты совершенно не настоящая леди. Тогда я хочу чаю. Давай я тебе налью как настоящая леди. У нас жаба печется, у нас скоро файвок лох уже будет. Файвок локти, а жабы все нет и нет. Это как-то по-русски, прямо по-пушкински. Знаешь, как в Петербурге говорят? Нет. Нет. Уж Герман близится, а полночи все нет. Ага. Да, это у них там белые ночи. Угу. Я выращивал для тебя салатик. Вырастил. А что это за салатик такой у нас? Это разные салатики. Разные? Оклиф там. Как называется? Кучерявый лоток. Так. Ну, как я кучерявый. Ты да. А Томас, кстати, тут салат полюбил, представляешь? Дай мне кусочек ему. Да не надо ему салат. Да надо ему надо. Почему? Он раньше овес ел такую травку, а теперь вот он будет Томасев. На, иди мой сладкий. Иди мой хороший. Ты где? А, вот ты мой хороший. Ну что, ты очень права была, когда говорила про горчичку, между прочим. Интуиция. Потому что я сейчас сделаю заправочку. Остренькую приостренькую? Я смотри, я вот, вот, вот не ругайся, вот совсем чуть-чуть зеленого лука. Ну ладно. Вот капельку. Не бойся. Поцелуем. Ну да, мы вместе поцелуемся. Одновременно причем. Я чуть-чуть совсем. Больше для витаминов, чем для вкуса. Такой будет кис-салат. Автор кис-салат. Автор кис. Before. Перед. Я имел ввиду, что после поцелуиный салат. После поцелуиный? Надо поцеловаться, а потом поесть салат. Я вообще понимаю. А, ты какой хитрый. Так. Горчичка. А как там жабка, скажи мне? Я сейчас к ней схожу. Сходи к ней. Жабка, как ты? Как ты, жабка? Ай, жабка хороша. Как ты это видишь? Там такие высокие бортики. Вот скажи. Нет, я вижу, потому что угол моего зрения позволяет. Я... Здесь полочка находится. Ага. Вот так, да. Это. Получается шикарно. А ты живую жабу целовал когда-нибудь? Конечно. Молчать. Зря я спросила. Конечно, сразу ответил. Нет, я их не боюсь. Они мне не противны, во всяком случае. Вот эти вот. Ел, во всяком случае. Не живую ел, мертвую ел. Кого? Жабку? Лягушачу лапку во Франции. Ну, это я тоже ела. Я не во Франции даже их ела, они у нас продаются что-то. Ну, слушай, пока они до нас допрыгают, они уже не свежие. Хоть из замороженной все кричат, что свежие. Мне кажется, что все-таки морепродукты надо есть рядом с морем. А жаб рядом с лесом. А жаб рядом с французским желательно. С булонским. Это уксус. Это уксус, я вижу. О-о-о! Даже за ядреную какую-то смесь готовишь. Ядер. А немножко горчица теряет свою остроту. Когда уксус. Ну, ты не бойся, это не будет кисло. Слушай, а вот есть французская горчица, английская есть горчица? Ой, дай мне, дай мне тоже, я так хочу. Есть английская? А чем она отличается? Я тебе даже скажу, что ты знаешь, такая история смешная. Ой, остро. Французская как называется? Дижонская. Дижон, правильно. В Англии называется Колманс. Колманс? Такая желтая. А как она отличается? Ванга и красные буквы. Да, наверное, никак. Никак, да? Это два очень больших конкурента. А-а-а! Дижон и Колманс. Ну, не будем тогда их здесь рекламировать у меня на кухне. Зачем еще? А какая вкуснее? А мне обе хороши. Вот это оливковое масло. Холодец. Я встретил как настоящий сэр. Вот. Очень. Ну, я сейчас не буду заправлять салат, знаешь почему? Почему? А как ты думаешь? Почему ты не будешь заправлять салат? Да. Чтобы он не дал сока. Сейчас не буду заправлять. Ну, чтобы он сока сразу не дал. Чтобы он не стал таким тяжелым. Да. Мы его в последний момент с тобой так бац. Здорово. Слушай, Илюш, а вот ты знаешь, англичане и французы, они всегда так пикируются немножечко, да? Я почему тебя привел горчицу как раз, английскую тоже, в пример, что они пикируются, конечно. А вот в этом названии, жабка в норке, нет ли вот укола в сторону французов? Я думаю, что нет. Нет? Я не думаю, что нет. Потому что, ну как бы, едой колоть... Ну, лягушек хватит на всех? Я думаю, что нет. Я все пытался выяснять, почему так назвали это блюдо для завтрака, но я ничего не могу понять. Не, ну вот смотри, а кого там итальянцев называют макаронниками, да? Этих лягушатниками, да. Этих лягушатниками, да. Этих лягушатниками. Англичан? Тишниками. Ну, разве что, да. У них чай такой. Чай, файплотки, да. А сосиски еще? Нет? Сосиски-то немецкие, да. В Англии культовое блюдо, я считаю, fish and chips. А, fish and chips, да. Это уже из Англии пошло. Фишки? Английские фишки. Ой, как ты красиво делаешь. Я сейчас листики просто так поставлю. Это знаешь, на что похоже? На Байконурский этот самый, космодром. Так, вот отсюда вот ракета. Там вот, когда чешить раскрывается. Похоже, да. Угу. Угу. Помотала тебе, парень. Ха-ха-ха. Так, очень красиво. Ну что еще мы можем сделать? Мы с тобой? Да. Ну, скоро твоя жабка-то уже будет готова. Я не знаю. Еще раз проверю жабку. Давай, проверь. А где ты научился ее готовить? В Лондоне? Я не помню. Я не помню. Нет, в Лондоне я не учился. Это очень просто. Тут нечему учиться. Ну, в общем, да. Я прочитал в какой-то книге, а потом стал этим увлекся и стал просто исследовать детали рецепта. Угу. Казалось, что деталей мало, потому что здесь важно... Ну да, одни сосиски, да. Здесь важно поймать это тесто, чтобы получился такой эффект, который ты сейчас увидишь. А, то есть там еще какой-то эффект должен быть? Да. Скажи, пожалуйста, а вот эти вот сосиски эффектные... Кату не дам. Ну ладно, ладно. Вот как ты ловишь прям? Кату не отдам. Ой, что-то я перестаю быть для тебя загадкой. Ты ловишь мои мысли на летом. Нет, ну я тебя очень люблю, но твоего кота нет. Ты ревнуешь? Я честно в этом признаюсь. Ну ладно. Честность – это хорошо. Ну какие нужно сосиски покупать для этого? Какие лучше? Да ты знаешь, это не важно. Сосиски все одинаково плохие. Хе-хе-хе-хе. Поэтому не важно. Ой, удивил и обрадовал, вот что. Ну, так все равно. Слушай, я знаю, есть в оболочках в разных. Например, я, когда мне очень хочется сосисок, есть же натуральный... Все-таки натуральность-то можно определить? Я вот определяю, как второе в натуральной оболочке. Мне кажется, что там и мясо есть. Послушай, тебе надо руководствоваться. Ну да, расскажи. Ты берешь сырую сосиску. Сосиску. Не варишь ее. Так. А берешь как есть. Ну, их все можно есть сырыми. Так. И съедаешь кусочек. Так. Если тебе при этом сводит небо, вот тебе как будто танины пошли наверх. Это добавки. Понятно. Вот не надо. Если сильно сводят или даже... А когда хороший продукт, там будет поменьше всех этих гадостей, благоудерживающих агентов, чтобы больше воды вбить в фарш и так далее, так далее. Тогда это твой продукт. Понимаешь? Слушай, ну где же взять такой чувствительный небо-то? Мне так надо любой нормальный человек это чувствовать. Да? На невареный. На невареный. Невареный, сырый. Маленький кусочек. Пошел я от тебя. Жабки. Вот так мужчины уходят от нас к жабкам. От леди настоящих. К горячей жабке. Ну чего, готова? Ушел я от тебя к горячей жабке. К горячей жабке, да. Опа! Ты видишь? Как будто они торчат оттуда. Да они не как будто они и торчат. Торчат. I wonder. Так, и что теперь мы можем оттуда отскрести? Отскрести. Я сейчас немножко подработаю. Так, 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 давай я тебе помогу. Если ты не дашь полотенчик. А ничего, что ты острым ножиком вот этот вот ковшик. Вот там вот. Я ничего страшного. Этот ковшик у нас для выпечки. Да, называй. А как часто, кстати, надо менять посуду? Вот на кухне. Чаще, чем жену, это точно. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Ильяш, бери полотенчик, а то горячее. Вообще, прихладки должны быть все время на кухне, правда? Да. Так, что там жабка-то не хочет вылезать? Ее не обязательно вынимать, собственно. Мы можем сейчас ее ложкой порционировать. Оттуда? Порционировать, как я сказала. Все, есть? Есть, да? Ну, давай. А что ты делаешь? Я сейчас сначала ее так, а потом переверну снова. А потом перед... Оп! И кто? И где? Ай! Что и где? Вот так, вот. Слушай, какая она плотненькая. Жабень-то. Так. Ты видишь, какая? А твоя порция где? Ага. Хороший вопрос. Ну, ты мой посуду, а я пошла их кушать. Так, подожди. Сейчас. Заправку. Ну, да, да, да. Это у нас салат. А она, это же салат. Да? Или для жабки тоже она же? Нет, нет, это салат. Слушай, а где дырка для жабки? Она же в дырке. Ну, вот она как бы из дырки, понимаешь, лапки ее, понимаешь? А-а-а! Она как бы запеченная в дырке. Спряталась, а лапки-то вылезают, жарко ей. Да. А-а-а! Я так обильно поливаю горчицей, чтобы у нас было ее много, вот этого горчичного дрессинга. Я ничего, что я по-английски. Нет, пожалуйста. Welcome. Трессинг. Да. Угу, трессинг. Кстати, вот сейчас мне вот эта тенденция, когда русские слова заменяют английскими, мне не нравится. Мне тоже не нравится. Особенно в интернете этим грешат, вся терминология как будто русских слов. Ну что, как тебе это? Мне, мне, я даже с тобой поделюсь, мне это нравится. Это хорошая штука. Ну давайте скорее начнем ее кушать. Сейчас я возьму приборы. Давай ты возьмешь вот это, а я возьму приборы. Называется, что англичане держат нож всегда в правой руке, а вилку в левой. Да. Наоборот все, понимаешь, у них? Да. Понимаю. Тарелочки. Тарелочки, тарелочки. А там, а или там, я уже забыла. Мы возьмем с тобой английские тарелки. А почему они английские? Ну потому что я так вдруг вдруг почему-то так сказал. Окей. Что еще брать с собой? Еще с собой брать? Джин, виски. Тоник. Джин, виски, тоник. Ну. Чай, не дай бог. Чай. Чай. До завтра качай. Ну, я возьму с собой чайник. Да ладно, не бери. Не брать? Не, не бери, я уже напилась чаю пока. Что ты несешь? Я нес... Что тебе доверить? Ну что за... Что ты несешь? Что ты несешь? Что ты несешь? Я беру жабку. Хорошо. А ты бери салат. Хорошо. Еще у меня, видишь, железо в руках. Так. Ой. Не страшно тебе жабу в руках держать? Нет, уже не страшно. Я уже к ней попривыкла. Ты так долго ее готовила, что я уже к ней попривыкла. Так, по центру ставим. Так. Где твоя правая рука? Она тебе ножик. Это, знаете, меняюсь на тарелку. Пахнет вкусно. Так. Тебе вилочку. Ну. Корми же меня. А в одиночку можно такое блюдо сделать? Вот девушки, например, мои подружки. В смысле в одиночку? Ну, когда нет такого сэра рядом. Одна леди в одиночку может такое сделать? Да, конечно, может. Но себе-то готовить всегда не хочется как-то. А если захочется? Человек себе тогда уже может приготовить просто. Что? Сосиски сварить. Да и яичницу. Ну, это так тривиально. Омлет сделать. Сосиски надо и съесть. Ну, омлет это. Тут как-то не омлет. Тут уже что-то такое совсем другое. Лазанья. Лен. Корми. Подожди. А, сейчас я возьму ложку. Хорошо. Дотянусь до ложки. Две даже ложки возьму. Я тебе положу салатику сейчас. Давай-давай-давай. Я сейчас его вот так теперь перемешаю. Уже листики индивия в него попадут. Слушай, а салат нужно заправлять вот непосредственно перед подачей. Конечно. Так лучше. И майонезом тоже? Или наоборот так настояло? Ну, майонезом это другая история. Майонезом надо уже заправлять, может быть, пораньше. А вот такими дрессингами, да? Дрессингами. Ну, что ж. Ну, что ж. Ну, я, я. Ты хочешь жабу? Да, я хочу жабу. Я хочу ее. Я хочу ее. Я хочу ее. Ужаска. Я хочу ее. Слушай, вот кто-нибудь бы послушал нас с тобой. Слушай, я так захотел эту жабу. Разговор мужчин такой. Я так вчера. Так. Лазарсон. Ну. Все. Все, дорогая. Все, тихо, все, тихо. Пробуй. Пробуй. Забудь обо всем сейчас. Даже обо мне. А вкусно, сэр. Вы меня порадовали. Корочка очень хороша. Можете леди угодить, когда хотите. Ну, а ну что, рассказать тебе про тесто? Да, расскажи мне скорее про тесто. А я постараюсь запомнить. Помнишь, мы взяли с тобой где-то чуть больше стакана молока, два яйца. Да. И муки столько, чтобы получилось такое еще текучее тесто для блинчиков для наших. Вот и вся история. Соль. Сахара не было здесь. Сахара не было. Сахар только в блинчики-то добавили. Да, да. И очень важно, чтобы это тесто попадало еще в раскаленную форму с маслицем. Ну, то есть сначала мы с тобой нагрели вот эту с высокими бортами мой бывший ковшик. Она могла быть и с низкими бортами, лишь бы она была жаропрочная, чтобы к ней не приставало тесто. Как ты, как ты. Лучше тефло. Да, да, да. И туда мы кинули вот этих жабок, а их очень интересно нарезать вот так вот, да? Эти сосиски, чтобы потом раскрылись. Они раскрываются. Да, да, да. И потом залить вот этим тестом. И быстро вернуть, поставить уже в предварительно сильно разогретую духовку. Там было градусов 250 у меня. Ух ты. Тебе понравилось? Мне, ой, правда понравилось. Ну, все, значит, ночь прошла не зря. СМЕХ